Делаю все руками, без перчаток, потому что это просто невозможно. Температура воды в среднем 80 градусов. Шарик опускают в воду и получается приморская моцарелла. Такому рецепту Роксана обучила ее супруг, шеф-повар Марко родом из Флоренции. Поженились они в Италии 8 лет назад, а сейчас работают во Владивостоке. Уже полтора года занимаются семейным бизнесом. Здесь наши сыры, выдержанные, они пока еще свежие, но есть много разных. Наша Тома, Качотто – это эксперимент с итальянским кофе. И поздний сыр – это коровьевыдержанный сыр. Я назвал Артемино, потому что это из Артем. На один килограмм любого сыра уходит от 10 и больше литров молока. А сырье берут у фермеров в селе Кневичи. Никаких красителей и концентратов, утверждают сыровары. Несмотря на то, что неоднократно слышали, что здесь молоко не такое и так далее, конечно, никто не пытается сравнивать итальянское молоко, которое коровы пасутся на лугах альпийских, с нашими коровами, которые вот-вот в апреле, а у нас еще и травы нет. Но тем не менее, нас качество молока очень устраивает, и поэтому мы думаем, что и продукт получается хороший. На старт своего дела семейная пара потратила более 7 миллионов рублей. Прибыли пока нет, но затраты окупаются. Сотрудничают с магазинами и ресторанами. Оптовая цена, например, за один килограмм моцареллы – 910 рублей. По словам клиентов, ценник оправданный. То, что нам нравится – это стабильность качества. Если сыр их самих не устроил, он до полных магазинов не доходит. И даже последний раз, путешествуя по Италии, мы специально брали сыры различные, чтобы передавать им какую-то технологию, название, вкусовые характеристики и сравнивали, безусловно, с тем, что есть сегодня у нас. И оно, да, оно на 99% сравнимо с итальянским сырами. По словам Марка, в Италии бешеная конкуренция. На рынках и в магазинах можно купить сыр на любой вкус, поэтому создавать там новое производство уже невыгодно. А в России, особенно в условиях продуктового эмбарго, для малого бизнеса и собственных продуктов есть все шансы. Я думаю, что может быть наш магазин, надеюсь, скоро, и еще наши коровы. Да, это мой учебник. Но есть много планов. Я думаю, нужно время, и все успеем. Время, необходимое для того, чтобы привить так называемую сырную культуру. Многие жители Владивостока, по мнению итальянца, пока не готовы к вкусовым экспериментам. Например, сыр с плесенью понимают еще не все. Валерия Белоус, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом. Снимаем. Продолжение следует... Продолжение следует...